МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это итоги недели. В студии Мария Бересневич. Здравствуйте. Далее коротко о главном. Новый штамм, молочная страна и детские вещи. В Беларуси расширят список социально значимых товаров. Как это повлияет на сумму в ценнике? Во всеоружии руководство города проверило готовность коммунальных служб к весенне-летнему сезону. Люди прошли обучение, техника прошла, технические осмотры. Какие дороги отремонтируют в первую очередь? Щит воздушных рубежей. В Беларуси отмечают День войск противовоздушной обороны. На командный пункт поступает информация о высоте, дальности и направлении всех летательных аппаратов на расстоянии 360 километров. Кто они, часовые неба? Значит, бьет, а не любит. В стране завершилась акция «Дом без насилия». Я мужчина. Я с работы расслабиться. Я на штамповке работаю. Как вырваться из абьюзивных отношений? Дотянуться до мечты. Президентский спортклуб проводит онлайн-конкурс. Очень классная возможность получить приз. Так легко. Кому достанется айфон и плейстейшн? Люди на болоте. Заблудившийся пенсионер с Альцгеймером провел в холодной воде больше пяти часов. Деда, как ты сюда залез, дорогой? Как вышли на его след? Мировой кризис, последний путь и шоколадный сюрприз. Из-за продукции «Киндер» сотни человек заразились сальмонеллой. От какого решения пострадал кондитерский гигант? Союзники должны сплотиться. Президент провел заседание Совета безопасности. Главная тема – функционирование экономики, стабилизация внешней торговли и политическая деятельность. В числе приглашенных глава профильного ведомства, все губернаторы и помощник по вопросам развития финансово-кредитной системы. Не обошлось без разговора о ситуации в Украине. Александр Лукашенко акцентировал – на переговорах по мирному урегулированию должна прозвучать и позиция Беларуси. Не может быть переговоров без участия Беларуси. Коль вы нас ввязали в это, прежде всего, западные страны, там на этих переговорах, естественно, должна прозвучать позиция Беларуси. Мы исходим не из того, что нас в одну корзину погрузили с Россией. Нет. Мы исходим из того, что эта война за забором нашей страны. И она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси. Поэтому никаких сепаратных за спиной Беларуси договоренностей быть не может. И я абсолютно убежден и знаю, что Россия такую позицию понимает. Беларуский лидер уверен, помимо развития и укрепления связи с дружественными странами, важно искать перспективное направление и активно использовать точечную дипломатию. Глава государства поинтересовался, насколько эффективно реализуются белорусско-российские договоренности о взаимной поддержке и проанонсировал переговоры с Владимиром Путиным. Стелс Омикрон, союзная карта и генеральная уборка. В Беларуси пройдет республиканский субботник. Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. В Беларуси начал циркулировать стелс Омикрон. Пока увеличение заболеваемости он не дал. Как отмечают в Минздраве, заразность у него такая же, как и у предшественника. Болезнь протекает в легкой или средней степени тяжести. Но есть и сходство с первыми штаммами. Симптомы – потеря обоняния, першение в горле и головная боль. Производство молока в Беларуси за пятилетку планируют увеличить почти на 2 миллиона тонн. Практически на четверть от нынешнего объема. Достигать цели будут за счет модернизации отрасли животноводства, строительства, реконструкции, молочно-товарных комплексов и внедрения современных технологий. Ставку делают и на новые рынки сбыта. В стране расширят список социально значимых товаров. Такое решение анонсировало правительство. Речь идет в первую очередь о детских вещах. Это значит, что цены на одежду и обувь будет регулировать государство. Для приемлемой стоимости на магазинной полке снизят торговую надбавку и рентабельность для производителей. Банки работают над расширением перечня операций по карточкам Белкарт Мир. Этот проект по межсистемной интеграции платежных систем Беларуси и России был реализован два года назад. В итоге появилась возможность взаимного приема к обслуживанию кредиток на территории союзного государства. В Беларуси пройдет республиканский субботник. Особое внимание 16 апреля уделят озеленению городов. В прошлом году в эко-движении приняли участие свыше 2 миллионов человек. Собранные деньги, а это более 9 миллионов рублей, направили на благоустройство населенных пунктов и оснащение медицинской базы. Небо под защитой. Сегодня в стране отмечают День войск противовоздушной обороны. Современная техника и первоклассные специалисты на страже не только воздушных рубежей Беларуси, но и союзного государства. Уже много лет часовые несут совместное боевое дежурство. Анастасия Чуприна считает, что армия очень даже женское дело. Здесь нет места слабостям, а это как раз под стать ее стойкой натуре. Каждый день девушка слушает радиосеть и держит контакт с подразделениями. Вдохновение связист находит в своей семье. В армии очень хотела с самого детства, потому что у меня папа всю жизнь, я служил 26 лет в армии, я очень хотела служить. Вместе с папой ходила на работу, мне нравилось это армия, офицерское братство, взаимовыручка какая-то. В Беларуси отмечают День войск противовоздушной обороны. С профессиональным праздником поздравляют и тех, кто служит в Бобруйском радиотехническом центре. На торжественном построении награждают личный состав. Эти люди с честью выполняют возложенную на них миссию. Поощрены, естественно, лучшие, лучшие из лучших, так сказать. Порядка 15 человек, такие поощрения, как увеличение продолжительности отпуска, вручение грамоты, благодарность. Сейчас военные всего мира идут по пути внедрения новинок технического прогресса. Не исключение и радиотехнический центр. На вооружение самое современное оборудование. От станции обнаружения маловысотных целей до подвижных высотомеров. На командный пункт поступает информация о высоте, дальности и направлении всех летательных аппаратов на расстоянии 360 километров. От рейсового самолета до 100 и птиц. Комплекс средств автоматизации аккумулирует поступающие данные с пяти локаторов. Радиотехнический центр круглосуточно несет боевое дежурство. Рубежи под присмотром 70 человек. Уделяют здесь и пристальное внимание патриотическому воспитанию. Проводят экскурсии и уроки для школьников, чтобы подготовить почву для будущего поколения. Но главные задачи подразделения в мирное время – воздушная разведка и выдача радиолокационной информации. В случае необходимости выдачи боевой информации на зитно-ракетные комплексы и истребительную авиацию в боевое время. Принцип выдачи информации почти ничем не отличается. Выдаем всю ту же самую информацию, только она уже будет называться не радиолокационной, а боевой информацией. И выдается она децентрализованным, либо недецентрализованным способом на те или иные пункты управления. В современных условиях войны ПВО занимают достойное место в системе обеспечения безопасности нашего государства. Они были, есть и останутся надежным щитом небесных рубежей нашей Родины. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Хорошего сезона. Мэр города проверил готовность жилищно-коммунальных припиетий к работе в весенний-летний период. На площадке ДЭПа выстроились тракторы, самосвалы, мотокосы и уборочные машины. Парк постоянно пополняется новой техникой. В этом сезоне закуплены шесть мотоблоков и девять риммеров. Приоритеты – отечественные производители. Особое внимание и кадрам. По основным специальностям укомплектованность почти стопроцентная. Чего не скажешь о костцах травы. Мы ежегодно проводим смотр техники, которые выставляют на линейку. Люди прошли обучение, техника прошла технический осмотр, то есть готова к работе. Качество дорог – еще одна актуальная тема. Руководство города анонсирует – планы серьезные. Обновятся все основные транспортные артерии. Полным ходом работы начнутся в середине апреля – начале мая. Абьюзеры среди нас. В стране завершилась акция «Дом без насилия». Каждый месяц в Бобруйске фиксируют почти 200 семей на бытовых конфликтов. За нанесение побоев к ответственности привлечены 77 агрессоров. Как бороться с обидчиками и стоит ли покрывать близкого человека. О токсичных отношениях Ольга Васенда. Драки, скандалы и унижающие сцены – такими большинство видит бытовые конфликты. Однако насилие – это не обязательно побои. Скорее, коварный и опасный вид принудительного контроля. Многие ошибочно принимают действительность за непростые отношения. Кому-то заблуждение стоит не только разбитой посуды, но и целой жизни. Каждое четвертое убийство в Беларуси совершает именно близкий человек. Ежегодно тех, кто неверно интерпретирует фразу «пока смерть не разлучит», становится больше. Жертвами домашних агрессоров в 2022-м стали 23 человека. С начала года в Бобруйске возбуждено 14 уголовных дел. Каждый месяц фиксируется около 195 бытовых конфликтов. И это только те, кто прибегают к помощи милиции. Агрессия и рукоприкладство, как правило, побочный эффект пагубной привычки. На учете в наркологическом диспансере сегодня состоят 2708 хронических алкоголиков. Из них – 596 представительницы прекрасного пола. Впрочем, признаться в проблеме навряд ли смогли бы даже единицы. «Я имею право дома выпить. Я мужчина. Я с работы расслабиться. Я на штамповке работаю. У меня руки млеют». «Это прекрасно. Вы в сопе стоите. Если вас пришли проверять, выпил полбутилочки. Я два литра на два дня пью». Жизнь в квартире на социалистической давно превратилась в ночной кошмар наяву. Всему виной алкоголь. Пьют сын, страдает мать. Хотя еще 10 лет назад мужчина занимался футболом и грезал большим спортом, но свернул на кривую дорожку. Сейчас ни друзей, ни работы. Когда пьяный, особенно когда утром подсеркнется, ему нужно деньги. Давай деньги, давай все. Можно и ломать, можно стучать ногами, руками бить. Все. Ну, проснулся, пошел на точку. Как можно на точки идти? Вот я не знаю. Все выносит. Все. Все на точки. Проблему государство решает силами нескольких ведомств. К акции «Дом без насилия» подключаются не только органы внутренних дел, но и центры социального обслуживания населения с кризисными комнатами. Именно туда могут обращаться те, кто оказался в опасности. В режиме 24 на 7 работают и службы психологической поддержки. Помогают как жертвам, так и агрессорам. Если это необходимо, они попадают в кризисную комнату, где можно переждать какое-то время. Комиссии по делам несовершеннолетних, управление образованием помогает с документами. Также мы, безусловно, помогаем трудоустроиться данным гражданам, потому что, естественно, все мы хотим, чтобы дети наши жили хорошо и, безусловно, жили в своих биологических семьях со своими родителями. Понятия «дом» и «насилие» кажутся несовместимыми. Ведь дом дает защиту, безопасность, любовь, возможность открываться и развиваться. Но так происходит далеко не за каждой закрытой дверью. В Бобруйске на учете состоят 405 семей. В социально опасном положении находится 767 детей. Это маленькие очевидцы больших скандалов, а порой и жертвы физического и психологического насилия. Разница последнего лишь в том, что следы от ушибов и увечья остаются не на теле, а в душе. Например, если это ребенок маленький, сам удовлетворить свои потребности он не может. Попросить о помощи он, допустим, тоже еще не может. И поэтому в такие семьи обязательно должны приходить экос-структуры для того, чтобы этот процесс как-то регулировать. Если речь идет о более старших ребятах, как правило, здесь может идти речь о бродяжничестве, о противоправных действиях. Желание защитить близкого человека порой только усугубляет ситуацию. Трагедию всегда лучше предупредить. Если отношения напоминают качели, это хороший повод задуматься хотя бы о детях. Глядя, например, взрослых, кем они вырастут – жертвами или агрессорами. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Вирусный контент президентский спортивный клуб объявил конкурс. Учащиеся пятых-девятых классов могут побороться за Sony PlayStation 5, а десятых-одиннадцатых – за iPhone 13 Pro. Все, что нужно, потянуться на перекладине максимальное количество раз. Это можно сделать в школе, в тренажерном зале или на воркаут-площадке. Классно еще между своими друзьями, сверстниками посоревноваться. Я всем друзьям посоветовала посоревноваться, потому что очень классная возможность получить приз. Так легко. Самое главное – заснять упражнение и запустить в Instagram. Обязательно нужно отметить аккаунт организаторов и поставить хэштег «Дотянись до мечты 2022». И, конечно, подписать публикацию. На время проведения проекта аккаунт участника должен быть открыт. Еще одно важное условие – подписаться на официальную страницу президентского спортклуба. Заявки принимают до 2 мая. Всего определят 6 победителей. Заплутал. В Бобруйске пропал мужчина с болезнью Альцгеймер. Ушел в обед и не вернулся. В колокола забила дочь. Поиски продолжались до позднего вечера. Все это время пенсионер находился в пределах полукилометра от собственного дома. Подробности истории у Карина Гуревич. Эта история началась воскресным днем. Владимир Кузьмич вышел прогуляться, но свернул с привычного маршрута. Изобрел в болотистую местность. Вокруг трава, грязь и вода. Как он там оказался – непонятно. Но выбраться – задачка со звездочкой. Лишь спустя несколько часов, когда пенсионер не вернулся домой, тревогу забила дочка. Для Оксаны Кузьмич события того дня словно кадры из блокбастера. Ее отец отправился на прогулку в обед и пропал. Мужчина болен Альцгеймером. Плюс почтенный возраст – больше 80 лет. Воображение рисовало страшные картины. Женщина тут же бросилась искать пенсионера. Просила помощи и у соседей. Все без толку. Значит, ему звоню, он мне объясняет, что я уехал в деревню, в каком-то лесу. Я вижу, что что-то не то. Я сразу вызвала милицию. Я очень испугалась. Я, честно говоря, уже к вечеру я поняла, что мы его просто не найдем, потому что он на связи, но он нам не говорит ничего. Сергей Князев прибыл на место около 7 вечера. Милиционер столкнулся с непростой задачей. Радиус поиска большой, а пенсионер, хоть и был на связи, лишь путал следы. На помощь правоохранителю пришли волонтеры отряда «Феникс». Они шли с этой стороны, я шел с той стороны. И при этом мы выкликивали дед, потому что только откликался на деда. На улице темнело, температура стремительно падала. Но команда не теряла надежду. Да и как? Ведь на кону – жизнь. Ближе к 11 часам поиски дали свои плоды. Вдалеке послышался тихий голос. Живой. Вот она, главная награда. Деда, как ты сюда залезешь, дорогой? Попробуем встать? Да я стою. Ты лежишь? Отдыхаешь? Да. Да. Давай, дедушка, я помогу тебе. Посвясти, пожалуйста. Давайте, дедушка, руку. События завершились хэппи-эндом. Дедушку доставили в больницу, а на следующий день он благополучно вернулся домой. Героев этой истории не найти на билбордах, но их подвиг самый настоящий. А такому сценарию позавидует любая прославленная кинокомпания. Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Гнев небес, дерево Сакура и пирамида Маслоу. В скором времени многие страны столкнутся с голодом. Кто уже испытал на себе последствия мирового кризиса? Далее обзор громких заголовков мировых новостей. Беднейшие страны первыми испытали на себе последствия мирового кризиса. В последние месяцы продукты стали резко дорожать. ООН предупредил, если ситуация не изменится, глобальная продовольственная система будет разрушена, а многие государства столкнутся с голодом. Разрушительные наводнения продолжаются на юго-западе Австралии. В стране больше месяца сражаются с последствиями непогоды. В некоторых регионах уже выпала среднегодовая норма осадков. От большой воды сильно пострадал Сидней. Более двух тысяч человек вынуждены экстренно эвакуироваться. В Москве проводили в последний путь Владимира Жириновского. Проститься с бессменным лидером ЛДПР пришли сотни людей, в том числе и президент. Напомним, в начале февраля политика госпитализировали с коронавирусом. Он скончался 6 апреля на 76-м году жизни. В Бельгии закрывают фабрику «Киндер» из-за вспышки сальмонеллы. В Европе зарегистрировано свыше 100 случаев. Большинство заразившихся – дети. Решение нанесло удар владельцу – кондитерскому гиганту Феррера. В разгар сезона пасхальных праздников шоколадные яйца с сюрпризом пользуются особой популярностью. В Японии начался сезон цветения сакуры. Понаблюдать за этим событием туристы съезжаются со всего мира. Дерево вишни настолько популярно в стране восходящего солнца, что по праву считается неофициальным символом. Сотни и тысячи растений разных сортов высажены в садах и парках главных городов. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бавруськ-360 и я, Мария Бересневич. Новая неделя – новые итоги. Увидимся. Новая неделя – новая неделя.